На днях жарила блины, а теперь жарю мясо. Смотрите, как хорошо все отстает. Ничего не прилипает. Сейчас вот вода выпарится и покажу вам, что мясо прилипать не будет. И пойдет у меня еще в мясо много лука, яблоки чищенные, те, которые я морозила летом на даче. Здесь перец и помидоры, а это огурцы. Вот они, я достала их, огурчики. Тогда у меня уродились, и мы не приезжали на дачу долго, и огурцы были все с большими семенами. Я тогда семена все вытащила, а огурцы заморозила. Сейчас я их порежу и тоже положу сюда к мясу. Вот нарезала огурцы, видите, такой соломкой. Тоньше не стало, то они так все там уварятся. Практически так же, как перец и помидоры. Сейчас немножечко подструю воды, ножиком вот так отрежу, и все в сковороду. А здесь уже вот часть огурцов у меня уже готовится. Будет очень вкусное мясо с такой подливкой. Отварю рис, и будет очень вкусный гарнир, вкусный ужин. Рис с таким мясом. Вот все в сковороде. Лук, яблоки, помидоры, перец, огурцы. И внизу мясо. Это накрою крышкой, и пусть там немножко все это протушится. Добавила еще соевый соус, лаврушку и перец горошком. Никакие приправы я не добавляю. Все эти ешки и все прочее, я от них уже отказалась. Поэтому только сухие травки, какие вы хотите, и вот приправа. Плюс еще сейчас вот чесночок порублю и сюда брошу. Еще добавлю немножко водички, чтобы был, ну, такой, с соусом, чтобы все это было. Запах, конечно, стоит обалденно вкусный, очень вкусный. Ну, а тут я варю рис. Так как я использовала кислые яблоки, антоновку, я добавила сюда 2 чайных ложки сахарного песка. Потому что иначе так было немножко кисловато. Вот как все вкусно шкварчит, булькает. Хочу сказать, что я ничего не обжариваю. Ни мясо, ни овощи. Все просто тушится в собственном саде. Вот такая вкуснота у нас с вами получилась. Рецепт напишу под видео. Перечислю все, что добавляла к мясу. Можно использовать рис как гарнир. Можно картофель, пюре. Можно макароны, пшенку. Кто что любит, любую из круп. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!